здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня мы с вами будем говорить об удовольствии отдыха отдых он бывает разный тем более что сейчас с вами у нас с вами такие времена немножко сложные с другой стороны больше мы находимся дома дома работаем дома вместе со своими детками занимаемся не только школы это не везде но и какими-то другими заботами мы заняты и для того чтобы научиться дома вместе с детьми что-либо моделировать что-то собирать и рисовать писать ну то есть все таки сделать свой домашний досуг более разносторонним мы пригласили рассказать нам об этом помочь нам в этом марину хакимову председателя городского методического объединения музыкальных руководителей люберецкого округа и музыкального руководителя детского сада номер 83 здравствуйте марина здравствуйте вы принесли с собой огромное количество поделок прям такое ощущение что у нас скоро новый год не секрет что 2020 год весна 2020 года вот этот коронавирус с одной стороны погрузил нас какой-то уныние с другой стороны он безусловно но заставляет нас как-то по другому смотреть на жизнь и некоторые испугались некоторые духу некоторых даже паника была боязни какие-то так далее но жизнь продолжается и оказывается можно по-разному да например тот же если например оказался дома что нельзя ходить на работу нельзя куда-то ездить и так далее конце концов приболел не обязательно коронавирусом вот можно спокойно дома проводить время у вас есть такой опыт потому что я так понимаю все что вы принесли это не заводское производство вот давайте рассказывайте что да как и как вы пришли к этому да это эти поделки сделаны руками детей дети очень любят заниматься любой любым видом деятельности как рисовать лепить что-то мастерить просто нужно правильно это все направить их в мирных целях и в своем русле в каком и они сами с удовольствием буду делать часами даже да и даже не просто сами но еще и научат и вас и ваших близких и получат от этого удовольствие большое удовольствие ведь и положительные эмоции которые вызваны творческими занятиями они в прежде всего укрепляют иммунную систему детей чем больше мы с детьми занимаемся творчеством тем больше мы раскрываем их потенциал кстати и свою тоже иммунную систему конечно и свою иммунную систему нам же хорошее настроение удовольствие да да конечно безусловно поэтому здесь вот на примере даже этих подделок если вы вдруг остались дома и вам нечем заняться с детьми главное из видов деятельности это конечно дети должны играть мы все занятия проводим с дошкольниками виде игры и они даже сами этого не понимая учатся очень многому вот допустим даже что-то за шнурить такой сложный процесс когда ребенок собирается на прогулку ему говорят давай быстрее отстаешь от группы вот шнурки ненавижу до сих пор вот просто ему сделать вот такой даже тренажер своими руками и попросить я покажу просто пошнурить и я уверена что если это будет еще в виде игры на 1 2 3 вот видите как а как он работает вот у нас сейчас я его зафиксирую вот эти шнурочки до которые я держу что этот тренажер позволяет делать позволяет зашнули себе ботинка то есть он просто большой удобно не надо наклоняться так вот сел потихонечку вытащить сначала все ленточки а потом вставлять колечко вот так вот это делается раз это даже для взрослых тоже занятие потому что иногда такая лень я вот например всю всю жизнь обувь стараюсь покупать без шнурков ненавижу как здорово а кто это сделал это сделали тоже ребята наши дошкольники с родителями просто где-то подсмотрели или придумали сами просто посмотрели так бывает конечно и готовые изделия они стоят гораздо дороже своими руками дальше очень большая проблема застегнуть пуговицы на кофточку и уже вовремя собраться давай посмотрим это тоже вот как это работает а вот это у нас вот пуговичка здесь есть да вот мы берем например и вот таким образом пытаемся застегнуть и причем тут разные есть крупные пуговицы совсем маленькая да кстати тоже для взрослых со хороший тренажер потому что руки разминать и более тем это моторику а взрослым просто вспомнить как быстрее деть своего ребенка особенно папа так есть что еще нам покажете еще покажу вам вот такие куклы сделаны они достаточно из простого материала это ложки одноразовые да вы что давайте в любом магазине видите одноразовая ложка и на ложке я так понимаю а вот лицо куклы это и собственно есть сама ложка здесь можно разыграть целые театры домашние так смотри да вы не говорите держать до тракта любой сказки она ее можно озвучить она умеет петь она умеет танцевать ух ты так это кукольный театр да у бабушки попросить какие-то лоскуты и немножко маминого внимания а ребенок сам подскажет как уроду сделать лучше фигурку здорово шикарно так замечательно рассказывайте дальше причем вот что интересно если даже не всматриваться уважаемые телезрители ну так вот внимательно похоже что это изделие вот прямо заводские такие только когда если бы не сказали что ложка я никогда не подумал бы а кто придумал это где-то подсмотрели ну у нас и родители очень интересующие креативные как говорят да да но потом народное творчество она никогда не умирает ведь игрушки раньше делали из любых лоскутов из любых каких-то таких подручных средств поэтому я так думаю что из поколения в поколение видимо это все таки тоже передается и получается такой замечательный результат понятно давайте посмотрим что еще у вас есть еще у нас есть вот такие картины как раз полный досуг здесь можно и бабушку и маму и папу попросить это роспись по цифрам получаются вот такие шедевры даже если ты не умеешь никогда не умел рисовать да тоже здесь ничего страшного и дети очень охотно черта картина только не помню что то типа вот поленова которого выставка недавно было похоже очень да кстати хорошо а вот код у нас есть а вот туда без кота-то крестик да давайте покажем а кто это вышел тоже кто-то из детей с мамой у нас вышили родители помогали конечно здесь безусловно но основной принцип вышивания крестиком он может тоже превратиться вот даже в большие картины и кстати обратите внимание что такие картины как вот рисование по буквам по цифрам плюс естественно такой же код это же на всю жизнь это когда-то ваши внуки и подрастут это для ребятишкам говорю это не посмотрит да причем обратите внимание что насколько точно это сделано что а ведь кстати вот смех смехом вышивание это не только моторика там очень много логики внимание художественного это же подобрать нужно правильно сочетание ниток это же просто нитки казалось бы до в матке а когда их правильно начинаешь сочетать светлые с темным получается живой код живой реальный код так что вот это за собачка или кто это заяц это заяц да это тоже мама рукодельница вместе со своими детьми он покажет нам вот такого чудного зайца ну там что-то зашито внутри да нет он просто вот на ножках вот в таком платье прямо вот на продажу довольно дорогие такие есть изделия конечно обычная работа это называется есть целый коллекционеры которые приобретают до ручную работу давайте я тоже еще покажу а вы расскажите мне вот вот например даже этот заяц до шикарный уши у него так если поднять то мы поймем что это вот так заяц получается вот эти изделия их потом кто-то может повторить качестве но как образец кто-то сделает а потом вы можете их еще конечно конечно можно как образец а можно ему сделать друга а почему не подругу да хорошо что еще прямо у нас сегодня экспозиция ну вот здесь у нас поделки лежат очень тоже интересно сделаны это как раз вот крупа используется кто закупил то мы можем показать давайте попробую да это из гречки еще до коронавирусной смотрим значит это у нас картинка выбирается ребенка мама помогает переводить а дальше это и вот чисто его творчество он может наклеить клеем и посыпать любыми крупами и получается такой живой жираф жаль что потом правда уже не за эту крупу использую а вот использовать конечно нельзя так а вот здесь например что у нас вот здесь это из тарелочек можно сделать любые фигурки тревоговичка из ватных палочек которые внизу ватные палочки сейчас вот так сделаю чтобы не от вот вот если так присмотреться то у нас овечка видите вместо и ватные палочки да ватные палочки да и причем фигурка сразу оживает слова тут еще хорошая подходит для всей этой истории то что мне кажется очень важно это ассоциация когда у ребенка появляется ассоциация что это похоже это прям действительно становится искусством так это вот называется квилинг такое красивое слово это рыбка когда рыбка же бумага скручивается бумаги что-то типа конфетти да вот такая вот история это тоже в принципе сложно нужно очень много посвятить этому занятию заяц вот у нас есть заяц тоже вот и обычные ватные тампунчики вот эти вот которые круглые да тоже это проявление фантазии вот смотрите какие замечательные а вот это у нас что это мишки каллы вот на палочках которые макдональдсе всегда дают коктейли пить прямо все все в дело идет прекрасные работы мне кажется что вы прямо такой луч света сейчас в этом нашем вне ситуации но если так понимаю работы чуть посложнее да который справа сложнее это уже датья прежде чем к ним перейдем я хотел бы такой вопрос адресовать вот самое же главное ребенка чем-то заинтересовать вот это дано не каждому вот есть такое понятие преподаватель до человек который там наставник и так далее многие люди с удовольствием преподают начиная там с 19 лет постарше потому что уже вроде как их там и крикнуть можно как-то и намекнуть и ирония другая а всегда довольно сложно работать с детьми которые более вот находятся там детском садике или в каком-то центре там ну кружки как раньше в секции так далее вот какой вас и себе стать и задача чтобы заинтересовать ребенка вы как-то показываете сразу тут же не прикрикнешь не прикажешь не потребуешь ничего вот как как в работе секрет с дошкольниками это конечно сложная работа как говорят театр начинается с вешалки да так и мы в принципе на самом таком переднем крае конечно все только через игру только игровая форма и любовь и искренность вот если ребенок чувствует что вы к нему искренне относитесь он сделает для вас все что угодно это такой готовый пластилин из которого можно слепить все что вам захочется но нужно подобрать ключик каждому каждому каждый тут уже коллективные конечно имеет место быть коллектив когда в команда но все-таки каждый особенно имеет свои свои один ребенок любит больше рисовать второй вообще не любит а его нужно тоже как-то заинтересовать значит ему можно дать в этой картине допустим если это коллективное совместное творчество чтобы он тоже принял участие что он больше любит делать может быть он любит что-то наклеивать может быть он любит что-то вырезать то есть конечно каждому нужно проявлять и каждому нужно говорить что вот без твоего бы этого штришка получил азербург и плодится да все вместе хорошо ну что мы сейчас делал небольшую паузу напомню что мы сегодня говорим о таком детско взрослым рукоделии можно так сказать то что можно делать дома не обязательно даже вот приходить свете так сказать последних дней как это у нас происходит у нас марина хакимова представитель городского методического объединения музыкальных руководителей Люберецкого округа продолжим дальше будем говорить о более сложных работах которые уже наверное продавать можно было бы до встречи напомним вам эта программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас марина хакимова председатель городского методического объединения музыкальных руководителей люберецкого округа и музыкальный руководитель детского сада номер 83 кстати прежде чем мы перейдем к работам вот музыкальный руководитель это же человек который должен заставить петь хорошем смысле слова скажите каждый человек может петь и вы сразу понимаете что ребенок сможет петь не вот неважно любит не любит или не сразу это можно понять ну вообще каждый человек умеет петь даже если он и не умеет петь он думает что он умеет она это обычно в караоке уже когда взрослых происходит это понимание но слух есть у каждого и развивать его конечно можно есть слух от рождения господь дал есть слух у вас внутренний вы как бы слышите но повторить не можете поэтому конечно начинаем мы когда учить действительно детей пению мы соблюдаем очень много песенных технологий чтобы ребенок как бы не мешал другим мы обязательно для него ищем так называемую примарную зону чтобы ему было в ней именно удобно петь то есть можно транспонировать так данную песенку чтобы ребенок себя не ощущал в каких-то уязвимых местах что ему высоко или ему слишком низко а потом его уже подстраивать под общий так сказать хор и вот обычно те дети которые более нуждаются они всегда сидят у нас впереди а те дети которые действительно поющие они дают посыл им сзади то есть он слышит и педагога и еще правильную музыку сзади так у него быстрее а вот скажите правда что многие родители взрослые люди не отдают себя отчетом что пение это не просто так что ручки есть ножки есть голова есть а голос это то что мы создаем с помощью мышц что это очень серьезно влияет на дыхательную систему маленького человека что если он научится петь и будет правильно пейс в звуке то есть значит будет хорошо работать и резонировать вся его система вот это ведь у нас не все понимают многие вот чтобы понимать там театральном институте это одна из самых сложных это техника речи да там на сценические всякие движения почему вот мы обычно среднестатистический человек говорит примерно вот отсюда у него звук выходит где у меня микрофон висит а на самом деле надо говорить голосом который находится вот там вот это вот это мой настоящий голос представляете а мы говорим все здесь что здесь удобно и мало того что эти системы дыхания то есть я к чему веду что вы не просто учите петь и вот как бы как красоте какой-то но это еще для здоровья полезно конечно безусловно ведь когда ребенок начинает петь одно из основных условий начального вступления пени это когда берется дыхание именно через нос и потом есть различные физиологические отличия это же все как бы известно всем что женщина дышит грудью а мужчина дышит спиной отсюда у него можно развить и бас и более нижние спиной дышит да а у женщины у нее конечно верхний резонанс да но женщина с низким голосом это всегда загадка да это всегда женщина почему-то думает что и надо вот так говорить потому что она будет такая маленькая уроки говорят они берегут в общем-то свой природный инструмент это же наш голос старается говорить вот именно иванов на верхнем а надо говорить иванов да чтоб сразу видишь то есть я сейчас обращаюсь к родителям что это очень важная история и не только потому что там человек пил почему кстати многие люди старшего кстати поколения они очень любят в хор собираться не только то что именно там грустно дома находиться а вот пение это такой лечебный инструмент это нужно понимать что работают легкие системы и так далее ну хорошо вернемся к нашим к вашим изделиям давайте перейдем на правую сторону давать его зерна правом у нас имеется интересно это уже природный материал вот в наше сейчас такое сложное время дети многие спрашивают а как же быть что же даже на улицу нельзя выходить конечно на улицу выходить нужно и нужно больше гулять нужно дышать воздухом любоваться солнцем но как мы детям объясняем в таких местах где меньше скапливается другие не любуются да и удивительно дети говорят надо маме сказать в мегу мы теперь гулять не ходим они гуляют в меге но мы живем в таком замечательном регионе подмосковье можно найти место конечно можно найти парк можно там гулять и дышать воздухом и забрать собой семечки какой-то хлеб и какие-то крошки и подкормить тех же белок и птиц что дети в принципе делают у нас недавно происходило выставка произошла в детском саду делали кормушки и дети вместе с родителями и птичьи домики скворечники вот замечательный момент когда можно это все повесить где-то в парках или в лесу но и конечно когда гуляешь в лесу невозможно пройти мимо каких-то природных подарков подарок да вот например поделка ваза из березовых прутиков казалось бы ну что реально реально да набрали березовых прутиков которые в лесу пожалуйста везде они обдаются кипятком и делаются более гибкие загибается это вот в такую форму вот прям даже в верху цветы пожалуйста в офисе можно поставить в доме поставить конечно можно любоваться можно потом вытащить именно эти цветы если они не подходят по сезону надоели на самом другие да то есть вот пожалуйста просто издалека вообще как живую все это выглядит да издалека как живое так что еще так еще вот такая вот корзинка можно даже вот пожалуйста хотите как сапожок к корзинка сапожок корзинка можно ручки она сделана тоже прутики и проработана чем-то да это да тоже плетение из ивы потом просто разукрашена ну это прямо такие уже знаете старинные такие вот традиции корзинка плести ну у нас вот тоже ребята некоторые очень даже охотно осваивают что еще у нас есть давайте посмотрим что у нас еще есть ну это вот углава до елка просто мы ее принесли конечно сейчас немножко не по сезону но ее можно украсить и цветами например она просто может быть нока это было как бы новогодняя елка глазок нет у нее есть юбка есть у нее ботинки ножки да хорошо но можно цветами а сейчас у нас дети увлеклись колеровочные есть краски вот казалось бы обычная бутылка простая превращается в объем подсвечник можно сделать подсвечник тоже с детьми вместе с родителями потратить совсем немного времени они принципе сами все сделала сова или филин кто-то да это из ниток из бабушкиных старых ниток какая прелесть которые остаются у бабушки от вязания вот они делают крылышки бантик получается шикарно просто шикарно так как и жаль это углы фрукты вернее вас там просто сумочка из фетра тоже у многих родителей остаются что-то какие-то такие предметы если их вот так сгруппировать то получаются такие корзинки из фетра ну и конечно бусы девочки очень наряжаться бусы бусы это можно тут разноцветия такой идет да и вот там вообще какая-то уже для вечернего похода что-то и а это да сумка тоже вот из подручных из остатков покажите нам из остатка шерсти или с чего-то ничего с маминой шубы старый бабушек 19 век тогда то есть масса фантазий причем дети подскажут сами у нас проходил праздник 8 марта и мы делали дефиле из шляп вот дали такое детям задание с мамой продумать шляпы и вы не представляете как какие были шляпы это просто просто зайцев завидовал до фестиваль хорошо вот скажите пожалуйста понятно что это было всегда все зависит от тех средств и возможностей которые есть но это дорого вообще вот если например краски купить там опять же где-то находить материал и так далее то затратно вообще так история нет это в принципе совсем не затратно в салонах художественных эти краски конечно есть по объему но детям много не нужно там тюбики буквально по 30 по 50 миллилитров но в районе 100 рублей 50 рублей а это вообще просто ваша фантазия все сподручно я думаю что в любом доме у мамы у бабушки уж старые пуговицы какие-то лоскутки кусочки шерсти всегда можно вот хорошо все-таки надо придумывать понятно что есть люди которых бьет ключом энергия но сейчас уже обращаемся к тем кто заинтересовался вашим опытом и захочет что-то может быть подобное тоже сварганить как говорят у нас вот откуда брать вдохновение есть какие-то в интернете что-то можно найти книжки как можно в интернете конечно найти но есть методическая литература допустим вот у воспитателя на них специально подобно есть а потом дети они такие фантазеры они сами их просто нужно спросить что вы сегодня бы хотели сделать и они вам сами все расскажут кто-то кукольный спектакль кто-то какого-то любимого героя из сказок еще хочется посоветовать родителям вот в наше время раньше мы слушали аудио сказки до пластин но они сейчас довольно много их издано было на компакт дисках которые тоже уходят прошлое но можно найти это все можно найти вернуть можно сделать кукольный спектакль это можно сделать кукольный спектакль это можно повторять героев это можно слушать голоса какие голоса когда записывали сказки сказка русская про лесу там валентина талызин это же просто шикарный голос а дети они же всегда на примере учатся понятно еще такой вопрос безопасность вот тут важный момент потому что не все наверное изделия или скажем так исходные до детали они есть да не запасны как вот с этим с этим нужно очень внимательно если вы садитесь с детьми то уж конечно любить следить надо особенно мелкие какие-то части бусины что-то их может заинтересовать или пуглицы какие-то или что-то обрезки ниток убирать конечно острые колющие предметы то есть должна быть соблюдена техника безопасности это безусловно и клей нужно смотреть как ребенок правильно клеит кисточкой ли он берет или пальцем он нам а какой клей и какой клей да потому что сейчас к сожалению у нас пока изобилие товаров я ведут для такого производства но надо быть предельно внимательно вот самое последнее мы уже идем к финалу нашей программы чтобы вы пожелали тем кто вот считает что нечем занять ребенка им самим некогда как-то к вам можно куда-то прийти что у нас есть в городском округе либерцы куда вот можно прийти так ребенка оставить например на пару часов до ешь не знаю там платно бесплатно но какие-то там варианты что есть ну во первых детские сады они как бы сейчас находятся в рабочих режимах но свободным посещением то есть это конечно зависит от ответственности самих родителей если родители чувствуют как стал ребенок уж лучше родители никто не определит в каком настроении встал да все куда стоит вести не стоит если стоит то и надо вести потому что он очень много что узнает в детских учреждениях также работают кружки дополнительного образования куда можно ребенка отдать смотря чем он у вас увлекается есть и танцы есть и прикладное искусство если рисование есть и квиллинги то есть масса масса кружков люберецкий округ в этом плане то есть есть где развернуться да да только было бы желание тена прислушаться что он у вас любит что он у вас хочет тогда тогда все получится спасибо вам большое напомню что сегодня мы говорили вот о таком народным я бы сказал творчестве вот я смотрю даже вот вблизи сказать живьем что называется все эти изделия выглядят примут как фабричные потому что сделаны с любовью даже лучше чем фабричные потому что чувствуется что сделано это руками своими собственными спасибо говорю марине хакимовой председателю городского методического объединения музыкальных руководителей люберецкого округа музыкальным руководители детского сада 83 спасибо вот приносите новые произведения детского детского взрослого искусства желаем вам всего доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко